Реализовывать намеченные планы предстоит в том числе и депутатам. В Беларуси набирает ход парламентская избирательная кампания. Ее основной этап – выдвижение, сбор подписей, агитации, дебаты и конкуренции. Персонный программ выпадает на жаркие летние месяцы. Но жарче в политике и в обществе может быть после выборов, если пустить все на самотек. Свежий опыт Украины и неожиданно Австрии тому подтверждение. У южной соседки перманентный политический кризис. В Австрии главным ньюсмейкером выборов стал главпочтамп, где исход выборов решили досрочные голоса по почте. Чтобы не повторить плачевный опыт соседей и партнеров, Беларусь к своему выбору готовится педантично, открыто и откровенно. На неделе президент собрал уже второе совещание за месяц о подготовке к электоральному сезону. Глава государства, по сути, отменил отпускной сезон для местной власти. Им обеспечивать порядок, законность и открытость выборов. И самое интересное, Александр Лукашенко призвал общество сформулировать десяток ключевых критериев для будущих кандидатов в парламент. Свои критерии или красные флажки политической позиции президент сформулировал так. Профессионализм, опыт, порядочность, приверженность независимости Беларуси и благосостоянию белорусского народа. Я бы попросил, чтобы мы поддержали кандидатов очень профессиональных и опытных. Это они будут в основном организовывать работу и нижней, и верхней палаты парламента. Не важно, каким политическим плынем они будут принадлежать. Не важно. Главное, чтобы это были честные и порядочные люди. Никто не станет оспаривать, что одним из критериев будущего кандидата в парламент должен явиться вопрос независимости нашего государства. Свои критерии есть у наших партнеров в Евросоюзе. Главное, чтобы после выборов Беларусь оставалась стабильным, спокойным и надежным партнером, который склеивает континент, не провоцирует новых и помогает решать застаревшие конфликты, выступает против радикализма и новых берлинских стен в Европе. Продолжение следует...